Всем привет, дорогие друзья! С вами Гидеон, и мы продолжаем проходить God of War! Итак, остановились мы на том, что мы встретили людей, других людей, и они оказались плохими людьми. Трею пришлось убить одного из них, и теперь, конечно же, он очень-очень сильно подавлен. Более того, эти трупы, трупы этих людей потом восстали в виде обледеневших вот таких вот зомбяшек, которых тоже пришлось убивать. Черт возьми. Но, как бы сами по себе, люди просто на изи, то есть у них ХП практически нету, они валятся только так, а вот эти засранцы уже довольно мощные. Ну-ка, меч какой-то лежит. Ну да, этот меч не для нас, у нас есть мега-топор. Нет, здесь цепь, значит, нужно подсадить вот сюда. Блин, он плачет. Черт возьми. Эмоционально, конечно. Вот очень сильно видна связь его с отцом. Опусти цепь. Ладно. Даже вот в каких-то таких мельчайших деталях, вот, посмотрите, как все проработано. Скажи ему что-нибудь. Атрей, цепь. Да, цепь, точно. Вдруг кто-то выйдет сейчас, а черт, черт, черт. Ты ушел в свои мысли. Не думай, он бы тебя убил. Я знаю, так было нужно, я знаю, просто... Тогда идем домой. Что? Так быстро сдаться, едва начав путь. Стой, нет, я не сдался, я справлюсь. Я просто... Мне надо, ну, отдышаться. Поднимайся, я готов. Отлично проработанный момент. Да, мне понравилось. И просто, знаете, коротеньким диалогом все закончилось. Классно. Так. Слушай меня. Чтобы хорошо сражаться, воин не должен сочувствовать врагу. Впереди у нас долгий и трудный путь. Мальчишке на нем нет места. Ты должен стать воином. Я понял. Путь к горе. Опа. Что, у нас новые люди? Видимо, сталь очень ценная. Поэтому мы аж в сундуках ее находим. Чего разлеглась? Става, ну, пошла! Глаза Одина? Интересно. Глаза и уши бога воронов повсюду. Уничтожайте крылатых шпионов Одина. Золото за 51 ворон. Почему 51, а не 50? Да. Тут где-то орет. А, это кто? А здесь что? А, это назад спуск. Кто это такой? Ленивая тварь никак не хочет идти через мост. Ее напугало что-то там, за деревьями. И что там? Кто такой? Отец, брось топор вон в те деревья за мостом. С белыми стволами. Ты был прав. Эй! А пацан-то глазастый, я смотрю. Ты ж пацан, да? Но! Как ее имя? Да не знаю. Мое имя эта скотина не спрашивала. Вот и я ее не спросил. А твое? Брок. Вера Логан. О! Слушай, ты мне, конечно, не поверишь, но... Это твой топор. Его я лично сделал. Вместе с братом. Это один из лучших. Смотри, никому не давай его чинить, кроме нас двоих. Ай! С ним надо умею чили. А то ведь так напортить можно. Слышь, мужик, а хочешь, я его тебе прямо сейчас подточу, а? Ну, что скажешь? Я! Ты прав. Я тебе не верю. Идем, сын. Внизу рукояти есть руна по форме, как вилы. О, диггер бикнет в тумбар бакру. Это было наше клеймо, пока мы с братом не разбежались. Вот у меня его половина, видишь? Ну, чё, мне с ним поработать или как? Хорошо. Но смотри, чтоб улучшил. Хм. А где вторая половина клейма? У моего тупорылого брата. Зато весь талант у меня. Гляньте. Ну и что вы там нашли? Прикольно. Вот мы наконец-то и пришли к торговцу. Нашли улучшение. Ну, вернее, как улучшать. Добро пожаловать в лавку гномов. Здесь вы можете улучшить своё снаряжение, а также создавать новые предметы. Чтоб вызвать меню улучшения, нажмите вправо. Угу. Брок дал вам замёрзшее пламя. Это очень редкий ресурс. Различные ресурсы, найденные во время путешествий, можно использовать для создания и улучшения предметов. Выберите левиафан. Снаряжение влияет на характеристики и степень опасности Кратоса. Улучшив топор, вы увеличите его влияние на... Тьфу. Увеличите его влияние на силу своего героя и получите возможность побеждать более опасных врагов. Здесь показаны характеристики и степень опасности Кратоса. Чтобы увидеть описание характеристик, нажмите Л3. Чтобы увеличить урон от рунических атак, повышайте силу рун. Чтобы ускорить восстановление рунических атак, повышайте восстановление. Каждая характеристика по-своему влияет на игровой процесс. Чтобы скрыть описание, нажмите Л3. Характеристики, повышающиеся при улучшении предмета, указываются на его карточке, а также в таблице характеристик Кратоса. Улучшение оружия приводит к постоянному повышению характеристик. Другие предметы повышают характеристики только тогда, когда Кратос использует их. Значит, ресурсы, требуемые для улучшения предмета, указываются в нижней части его карточки. Замерзшее пламя один из одного. Так. Удерживайте, чтобы улучшить. Интересно. Успешное улучшение. На закладке навыки доступны новые способности. Замерзшее пламя ноль из одного, недостаточно ресурсов, до третьего уровня улучшения. Вы улучшили топор до уровня 2. Для дальнейшего улучшения вам нужно найти еще одно замерзшее пламя. Улучшение оружия дает вам возможность приобрести новые навыки. Чтобы сделать это, перейдите на закладку навыки в меню паузы игры. Так. Перейдите в меню создания предметов, выбрать снаряжение, которое хотите создать. Нагрудная броня. Разбойничая туника, наплечники из кабани и шкуры. Ну, наплечники что-то ничего нового, а вот тут что-то прикольное. Хотя выглядит так себе, я вам скажу. А, так. И что это меняется? Плюс 7 к защите. Плюс 1 к защите, но 12 к силе. Интересно, интересно. Рубленное серебро. 5 тысяч нужно что на то, что на другое. Ну, давайте я лучше вот это, наверное, улучшу. Наверное, не улучшу, а создам. Ага. Обычный предмет на грудная броня. Прочная броня из вываренной кожи. Не слишком удобная, но немного повышает силу. Выбрали. Так, понятно. Дальше можно уже сортировку делать. Ну, больше я ничего сделать не могу. Что дальше? Назад выйти? Броня трея. Ну, прикольно. Значит, вот тут уже... Ну, сталь, короче, нужна. Не буду я это произносить. Свартальвхеймская сталь. Свартальвхеймская. Свартальвхеймская. Господи. Ускорение восстановления стрел когтя. Прицельный выстрел. Влечение урона врагам, находящимся в воздухе. Это дает увеличение урона, наносимого от трея в ближнем бою. Обнаружение уязвимости. Враги, придушенные от трея, получают увеличенный урон. Ага. И ускорение восстановления от трея после вражеских атак. От трея иногда находит камни здоровья при ранении Кратоса. Слушайте, это клево. Мне бы, блин, это не помешало. В итоге, что лучше-то взять? Значит, увеличение урона, находящимся в воздухе. А увеличенный урон что-то придут. Давайте вот это возьмем. Пригодится. Ха-ха-ха. Так, окей. На грудная броня. На плечнике. А что я с ними могу здесь? А, я могу улучшить, да? Плюс два, плюс четыре. Ну, наверное... Я не знаю, стоит, не стоит. Ну, наверное, стоит, блин. А куда мне еще тратиться? Оси достойно нас ранить. Ха-ха-ха. Прекально. Коготь. Ну, на коготь у меня уже не хватит. Влечение урона от стрела. Возможность приобрести новые навыки для когти за опыт. Ладно. Тут нужна сталь, две штуки. И еще серебро. А я все потратил. Что-то можно купить, по идее, будет. Можно что-то продать. Потерянные игрушки. Смотрите-ка. Можно их продать. Четыре штуки. Потерянные игрушки можно продать в лавке, зарубленное серебро. Больше они ни на что не годятся. Видите? Хорошо, что упомянули. Вот это хорошая сделка. Три тысячи стали получили. А потерянные предметы неизвестно. Ну, вроде как все. Смотри, не спугни. Наш приятель снова прячется за деревьями. Давай, бросай свой топор. Для меня найдется место. Только не сломай мне там еще. Зачем мне бросать топор, если... Прикольно. Я просто... Пригнулся, понимаете? Я просто пригнулся. Это клево такое. Хопа. Хопа. Ах ты ж, твою мать. Пригнулся здесь, подгреб тут. Ладно, погнали. Пойду их кулаками, блин, забью. Бейся ли меня. Ах ты ж. Мне бы, честно сказать, хотелось, чтобы они сами себя повреждали. Ну, то есть... Friendly Fire, чтобы у них был. Да. А че он больше их не разрывает напополам? Странно. Ну, ладно. Да уж, умеет твой папаша рубиться. Ты не боишься, тоже так выучишься? Хе-хе-хе. Это дорога. А, так, чтобы атаковать, ему нужно создать снаряд. Если кто-нибудь из нас прервет его, так он будет вынужден начать все сначала. Ммм, клево. Ведет к горе. Примерно в ту сторону, ага. Ну что, глянешь на мои товары? Да, потом как-нибудь. Так, пройди через ворота к горе. Хотя, может, у него что-нибудь есть? Поговорить можно. Ну, че еще надо? Почему у тебя половина клейма? Потому что я со своим никчемным братцем больше не работаю, ясно? Уступать ему клеймо я был не готов, он мне тоже. Вот и пришлось нам распилить клеймо ровно посередке. Это было последнее, о чем мы с ним договорились по-братски. Жалко! А, че вы поссорились-то? Обнимашек, отвали. Обнимашки. Требую обнимашек. Самых лучших на свете. А, я даже не заметил. Лики магии. А, тоже можно продать будет. Мы нашли эту зловещую маску в опасном месте на переправе. Надо поискать похожие. Вдруг кому-то захочется их купить. Зарубленное серебро. Угу. Так, погодите, а тут случаем. А, ясно. Я просто думал, может вниз можно спуститься. Местами, кстати, игра, конечно, Dark Souls напоминает. Но это так, отдаленно. Немножечко. Прикольно. Там Хелка до сих пор, кстати, лежит. Угу. Вопрос только... А, не-не-не, вот тут ништяки же, точно. Все. Ты бросил меня в бою. Да. Люди, это одно. Со всеми прочими ты сражаешься, пока я не остановлю или мы не погибнем. Ясно? Выполняй обязанности или повернем назад. Я понял. Хорошо. Ну, да. Без команды ничего не получится. Только вот туда мне не надо. Да и ярость мне, в общем-то, не нужна. Цвет эта, зараза, не меняет. Ладно, поползли назад. Что толку забирать, если она у меня, ну и так, заполнена. Идем. Рад встрече, Брок. Придумаю имя твоей зверюги. Имя ей, сраная благодарность. Эй, сраная благодарность. А ну иди сюда. А хорошо. А, блин. Эй, вы только поаккуратнее. А то ведь костей там не соберете. Нормально. Мы привыкшие. А, это выход. Ну, ясно. Полезли. Тут он забыл упомянуть, чьих костей мы не соберем. Кажется, здесь можно пройти. Сюда. Она ведь меня не пришибет, да, когда я зайду внутрь? Она ведь... Блин, а если я... Черт возьми. Вроде кнопок не вижу. Выглядит опасно. Еще две хилки. Выглядит заманчиво. Хм. Как нам туда попасть? А, смотрите-ка. А, блин, а зачем же я ее так вот... Может, как-то можно ее обратно вернуть? Ааа. Хе-хе. Клево. Не обратно вернуть, а дальше продвинуть. Еще две стали. У меня серебра все равно мало, так что без разницы. Хе. Эм. Возвращается на место. Я понял. жди здесь ох ты чёрт класс ладно а если я просто вот сделаю так ждите свою участи застал до какого хрена блин тоже неплохо да блин так порвать блин козлы а че у меня туда чудо вот так клочья клочья говнюка еще одно а очень правильное описание да блин вы чё прикалываете что ли ах ты тварь ну-ка да на шипы ну свободен блин я ярость что ли взял чёрт там походу ярость была так новый совет у нас атаки настолько сильны что их сложно заблокировать лучше от них просто уклоняться это я и так понял еще хелочка еще хелочка хелочка тут не пожалели надо сказать так ну смотрите ка хелочка а а тут есть еще а а а а да тут все оказалось как-то поудобней там еще печать где-то последняя зачем я вернул а где-то еще 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 одна так сейчас погодите там стена пить и он сундук слушайте а что если там же типа второй этаж получается погоди погоди увидеть я должен я понял лики магии да блин хп зачем взял я не дам нам погибнуть смысле а нам так и надо сюда что нет она туда вот он сундук еще вон же я вижу зараза вон ты где только вот как а мне надо себя повыше поднять готово прикольная такая головоломка на самом деле если бы я первую печать не увидел я бы сундук этот не заметил прошел бы мимо он как-то так беспалево вообще но слушайте это наконец-то повышение хп у нас теперь получается шикарно о нет нет это не яблоко черт рок меда крови или меда крови меда наверное легендарный предмет один из трех необходимый для увеличения максимальной ярости да ладно блин очень яблоко то далее сердце того кто отведает меда крови наполняется неукротимым гневом девять рогов этого меда спрятано в сундуках запертых магии каждый каждые три из них повышает максимальную ярость кратуса то есть пока что мы знаем только о 18 сундуках в принципе то есть девять яблок девять рогов еще немножко серы отлично сюда что же там ух ты никогда не был так близко к горе огромная жаль мама не увидит и джонсон монументально еще один лик наверное мальчик смотри тут начертаны руны что сказано в твоем втроем ли мы станем одним но одному не быть таким загадка ммм ммм может где то тут есть подсказка это фигня она поломана там внутри шестеренки вон смотрите я могу заморозить то есть возможно эти кольца должны вращаться ну так то да но только за что мне схватиться чтобы их вращать угу угу не то как бы без толку да ага вот оно уху механизм запущен теперь нужно вовремя остановить да а как я остановлю следующее кольцо допустим а я их синхронизирую я понял замедлением есть теперь нужно центральная наверное зафиксировать и все мне кажется так так я вижу руны мальчик и что нам говорят руны а тут сказано семья это не подсказка ответ из одного не выйдет смотри да напиши эти руны ножом на песке чего кинз что то есть клево хорошо что встретили брока но еще лучше что уже уходим это уже позади а что тут написано не хочешь прочесть ну ладно тут еще что то написано что это такое еще лики везде руны 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 ладно не хочет он мне говорить что тут написано ого ни хрена себе его брюхо набили едой жесть здоровья у меня полно сын чьи следы может кабан не знаю но я найду иди воину важно не терять свои навыки ох ну твою ж фига себе фига себе воу то есть под ним пройти я никак не смог бы да ага я думал по-быстрому как-то нам как все уходим уходим есть да как же это круто черт возьми черт так везде огонь надо еще этих мелких убивать зараза не то вон здоровье вон возьми еще два сзади А ну пошел от моего сына! Давай! Шикарно! Просто шикарно! Хорошо, что это все! Что это? Наковальня Ивальди. Сильная руническая атака. Сокрушительная атака по площади, замораживающая всех врагов, которые оказались в радиусе взрыва. Ммм, интересно. А лед по максимуму? Да ладно, круто. Оглушение нет, урон двоечка. Куда я его поставил-то? А, ну это сильная руническая, в слот для сильной, собственно, что тут выбирать. Можно улучшить, кстати. Что будет от улучшения? Плюс один к урону будет. По-моему, клево. Замораживает врагов. Л1-Р2. Л-1-Р2. Угу. Не, ну слушайте, по-моему, клево. Может быть, улучшить? Давайте. Следующая четыре тысячи опыта стоит? Боже мой. Вот это да. Так, чары. Вы надели броню с гнездом для чар. Да ладно, и как-то работает. Ставить чары можно только в свободное гнездо экипированной брони или талисмана. Чары повышают характеристики или дают новые особенности, когда экипировано. Некоторые виды брони оснащены тремя гнездами для чар. Чтобы выбрать гнездо, нажмите квадрат. Выберите свободное гнездо. Нажмите, чтобы выбрать чары из числа доступных. Символ неотступности. Выбрав чары, нажмите, чтобы вставить их в гнездо брони. Что это такое? Защита плюс два. Да что, клево же. Отлично. Вы успешно улучшили эту броню с помощью чар. Другие чары вы можете найти во время своих путешествий или купить в лавке гномов. Навыки? У меня открылись навыки. Да неужели? Так, и что же у нас открылось? Тут ничего. Так, а как их выбрать-то? Параметр, выход. А, переключение просто. Значит, у нас есть вот эта веточка. Совершив точный бросок топора в голову или уязвимое место, нажмите во время вспышки, чтобы вернуть свое оружие. Следующий бросок или удар левиафана будет сопровождаться взрывом, наносящим урон от холода. Ага, вот как это работает. Это тоже стоит опыт. Блин, зачем я потратил на улучшение? Ну ладно, черт возьми. Если бы я знал. Так, что у нас здесь есть? Нажмите R1 во время бега, чтобы провести атаку в прыжке. Требуется живучесть. Выполняя уклонение, удерживайте склоненную вперед и нажмите R1, чтобы нанести быстрый удар топором. Угу. Быстро наносите удары, не получая урона, чтобы усилить все атаки топором и получить возможность наносить урон от холода при каждом ударе? По-моему, вот это офигенная штука. Так, это что такое? Знуряющая буря. Удерживайте R1, чтобы провести атаку топором, многократно поражающей и блокирующей врагов. А-а-а-а. Сильный удар возьмем. Да он и дешевый, блин. Так, как мне его... Как мне его вообще купить? Требуется восстановление... А, квадрат. Я туплю. Это дополнительный эффект. Если будет восстановление сотка, то ускорение времени зарядки. Классно. Что еще можно? Удержите, чтобы провести атаку топором, поражающую цель и серия слабых атак. Раз, два. Бум. Ну что, неплохо. Давайте вот это куплю. Так, что у нас в броне? Перейти к гнездам. Зачем мне извлекать? Не знаю. Не знаю тогда, что новое мне хотят указать. Простые рунные одеяния. Туника надежды. Так у меня же вот экипировано вот это. Простые рунные одеяния. Все. Что еще надо-то для жизни? Для счастья? Наплечники из кабани и шкуры экипированы. А это не экипировано. Вот все путем. Так, разобрались с этим. Это у нас ЭП-шка. Мне не нужна. Это ништячок. Бестиарий обновлен. Это уже второй тролль, которого мы встретили. Я даже не знал, что они водятся так близко к дому. До сих пор они нас не тревожили. Наверное, потому что мы не тревожили их. Мама говорила, что если я увижу тролли, мне надо бежать от него со всех ног. Думаю, папе она такого не говорила. А, блин. А что по ярости, кстати? Вот, заберем. Пусть на полную будет. В смысле что? Это мегаярость моя. А, ты про... А, ты про сундук. Еще один сундук. Может быть, сейчас мы ХП-шку улучшим? Наконец-то. Ух ты. Так. Ну-ка, помоги-ка мне. Сынку. И мы глянем, что у нас там. Цепь, скидывай. Скидывай цепь. Молодца. Ну что ж, дорогие друзья. Я смотрю, время серии у нас уже подходит к концу. Продолжим. Что написано? Руны, символы трех норм. Да? Судьбы. Судьбы. От них добра не жди. Ладно. Ладно, не буду ждать. Ох, какая красивая березочка. Мне нравится. Встретимся с вами в следующей серии. На этом у меня все. С вами был Гидон. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Всем спасибо и до следующей миссии. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok